Александра Бондаренко – эковолонтер со стажем. Девушка давно занимается раздельным сбором отходов, а пару лет назад в помощь природе стала еще и помощью детям. Александра стала куратором проекта «Крышечки на благо». Он уже был известен по Архангельской области, но в Котласе этим никто не занимался. Первое, что Александра сделала – организовала пункты сбора пластиковых крышек рядом со своим домом на Шанхае-Вычегодском. К нашей акции, к нашему проекту стали подключаться сады, школы, неравнодушные жители. Тосы стали ставить коробочки в подъездах и собирать. Крышки собираются, складируются и сдаются. Все это дело рук волонтеров. Сами отвозят и в Архангельский, в Сыктывкар, на пункты приема пластика. Взамен живые деньги, которые переводят в фонд «Добрый Север». Вот на эти деньги покупается необходимое реабилитационное оборудование для наших детей, детей Архангельской области. Уже у нас 17 благополучателей, то есть деток, которые из ничего получили вот такое вот оборудование. Семья Елены Коржиной из Шипицына – одни из тех, кто получил такую необходимую помощь. Дочка Елены, Наташа, почти без движения. Ухаживать за особенным ребенком – тяжкий труд. Особенно нелегко давалось купание. Поэтому специальное кресло для водных процедур стало настоящим спасением. Она очень тяжелая. Во-первых, надо ведь мочалку намылить, и головушку намыть, и сполоснуть, и душ открыть. А ее надо держать. Она не сидит, иначе она в воде полностью окажется. Я ее положу, и тогда мы уже купаемся без проблем. Огромное-огромное спасибо. Сложно представить, но маленькие крышечки делают огромное дело. Инвалидные кресла, коляски, специальные велосипеды и другие приспособления для детей с ограниченными возможностями здоровья стоят огромных денег. И чаще всего семьям они не по карману. Тем более, ценно общее дело волонтеров. Включаем? Как максим будет топать? Только ты давай, топай. Как максим-ка топать? На днях в Котласе появился еще один пункт сбора пластиковых крышек на территории участка ПЧМ в поселке Вычегодский. Не без участия Александры Бондаренко. Сама работник вагонного депо она давно вовлекла железнодорожников сначала в РСО и субботники, а теперь и в сбор крышек. Антон Антонов – один из тех, кто лично смастерил целый арт-объект для сбора пластика. Все выполнено, в общем-то, из профильной трубы 20 на 20. Остальное по крупицам насобирали на территории. То есть какие-то свои материалы были, что-то повыпиливали. Вплоть до того, что с размером прикидывали, рисовали на полу, как оно будет все выглядеть, чтобы смотрелось как-то все более-менее компактно и было ясно людям, которые приходят, что это и для чего. Сердце – знак здоровья. Маленькое сердце вроде как большое дело. С энтузиазмом все восприняли, все стараемся поддерживать. Вот в пакетиках приносят дома. Лично у меня, допустим, тоже небольшое ведерко сделано. Я туда пакетик складываю, пробочки раз, потом наполнился, принес пакет, высыпали. И, в принципе, у всех как бы так вот примерно и происходит. Сегодня железнодорожники из рук куратора проекта. Крышечки на благо получают благодарности. Присоединиться к проекту может каждый, любой человек, любая организация. Все, что нужно – просто собирать обыкновенные пластиковые крышки. На сегодня места, где их принимают именно для этой акции – в молодежном центре в Котласе и в администрации поселка Вычегодский. Вся подробная информация, в том числе о детях, которые получат помощь, есть в официальной группе ВКонтакте «Крышечки на благо». На все вопросы ответит и куратор проекта в Котласе Александра Бондаренко. Ее номер сейчас на экране.